Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша и не обращайте внимания на мой голос. Сегодня я хочу вам рассказать о легендарном, самом обсуждаемом аромате Крит Авентус. Посмотрите на это неземное чудо. Аромат свежий, шипровый. Шипровый значит, что есть там цитрусовые и такая крышка красивая с гербом, с веером. Вот сзади описание аромата. Здесь на коне всадник. И это ода императорам, ода королям. И если вы молодой человек, то нанеся этот аромат, он сделает из вас настоящего мужчину. И обратить на себя внимание, это рычание льва, можно сказать. Сразу у вас грудь колесом и нужно соответствовать этому аромату. А иначе анафеме будет придание. И в состав... А, выпущен он в 2010 году легендарным домом Крит. Легенда заключается в том, что еще в далеком 18 веке Отец с сыном, гуляя по полям и собирая травки и цветы, мечтали создать легендарный аромат. И у них это получилось. Первый аромат Крит. И он самый обсуждаемый, самый легендарный во всей линейке Крит. Это английская фирма. Но сейчас она выпускается уже и во Франции. И здесь написано, что это Madden France. Также здесь бачкот. Видно вам или нет, посмотрите. Так. И он деликатный, как все аристократы. Аристократичный аромат. То есть, если вы даже на свежее тело с утра нанесете перед выходом, даже 7... Даже можно попасть немножко на одежду сзади, на воротник, чтобы не видно было пятна. Так как сделан он из... составлен из натуральных ингредиентов. И они могут оставлять пятно. Так как есть масла в составе. И сейчас немножко о составе. В верхних нотах, это те ноты, которые мы слышим в первые минуты нанесения аромата, заявлено цитрусовые, черная смородина, яблоко и ананас. Ананас здесь слышен ярче всего. Средние ноты это... Бергамот, роза, береза. Такой состав необычный. И немножко подсмотрю. Пачули и марокканский жасмин. И в базовых нотах, те, которые мы слышим в шлейфе, а этот аромат именно желательно в шлейфе рассматривать, не прислушиваясь близко, не утыкаясь носом в место нанесения, так как он может немножко придушить даже своей резкостью и напором. А в шлейфе он просто прекрасен. И именно ноты, те, которые мы слышим в шлейфе, это мускус, дубовый мох, ваниль и серая амбра. Потрясающий аромат. И это ода императору. Также это самый популярный мужской аромат за всю историю Крит. Вот. И что вам хочу сказать. Это рев льва. Это дающий робким пинок под зад, чтобы грудь колесом, чтобы вы почувствовали себя мужчиной, если вы молодой парень. И прекрасно подойдет как и для молодых людей, так и мужчин постарше в возрасте даже. Он статусный, он придаст вам уверенности. И это будет ваша визитная карточка на многие года, если вы подружитесь с этим ароматом, так как он считается классикой жанра. И обсуждается как на русском, русской фрагрантике. Ведутся споры. Есть как обожатели этого аромата, так и ненавистники, к сожалению, есть. Те, кто не подружились, те, кто считает, что цена завышена. Около 200 долларов стоит вот это вот 125 миллилитров. Объем такой он выходит. Если в 100 миллилитров вы увидите, эта подделка не берите. Также здесь есть такой всадник нарисован. Авентус переводится как успех, удача. Поэтому успех, удача будет сопутствовать вам на протяжении того времени, когда вы носите этот аромат. Он будет как оберег у вас такой. И его сравнивают с Мансыра Сидрат Бойс, Дитяна Трензи Орион и Роял Винтаж от Миколев. И Армав. Вот как бы его конкурент это Армав Клуб Денюи Интенс. И Клуб Денюи Интенс. Может быть, вам покажется, что он ярче звучит, но этот аромат более аристократический и более изысканный, и сложно составленный. Здесь прекрасный состав. И он из того, что у нас есть, напоминает больше всего. Больше всего он мне напоминает Кристиан Диор. Диор Хом Спорт. Здесь такая лаковая трубка. И бархатистая, кажется, как будто из бархата крышечка внутри черная. И красный ободок. Обалденный аромат. Тоже, можно сказать, классика жанра. Но он более древесный, более такой восточный. Если здесь он свежий, яркий, взрывной, освежающий, такой сочный аромат, искрящийся, как шампанское, то этот более гурманский и глубокий. Вот. Но они оба классические, можно сказать, варианта. Обязательно, дорогие мужчины, это видео я снимаю специально для вас, чтобы вы определились, если вы не можете на сегодняшний день определиться с каким-то ароматом. Пишите мне в комментариях, какой бы вы хотели приобрести. И я вам сниму специально для вас видео по заявке на какой-либо аромат. Проконсультирую вас с бачкодами, какой интересует вас объем, как звучит аромат, на каком мужчине будет лучше. Даже подскажу вам, какой вам подойдет аромат. Поэтому пишите, кто какой аромат имеет, кто какой хотел бы, и я с удовольствием отвечу на ваши комментарии. Спасибо за просмотр. Также у меня здесь вот такой ароматик. Он тоже свеженький, классный, но более сладкий, древесный такой, так древесная такая крышка. Называется The Orchid Man. Я снимала уже про него видео. Посмотрите, если хотите, сниму еще повторное видео, более детальное. Посмотрите, какой красивый герб здесь. Супер тоже аромат. Также у меня древесный, обалденный мужской аромат Black Afghan. Анна тоже я снимала о нем видео. Посмотрите на моем канале. И не обращайте на мой голос. Я хотела снять видео для вас, знаете, в стиле ASMR, где шепотом бы я говорила, в связи с тем, что у меня что-то с горлышком. Но у меня на сегодняшний день нет вот этого микрофона. Я хочу красивый микрофон и говорить в него шепотом для вас. Но на сегодняшний день у нас вот такой был король сегодняшнего дня. И истинный англичанин. Легенда парфюм для мужчин, для супер-мужчин, для королей. Пожалуйста. Спасибо всем за внимание. Всем пока.